Шанс. Там да ты. Слотс-Сити. Уничтожилось пару дней. И катастрофа в СУ в районе Киева. Осталось буквально несколько дней. Как вы знаете, танки на подходе к Киеву. Уже танки в Киеве, они рассказывают о скоревшей Вате, Перамото. Танки уже возле Киева. Третья, пятая, максимум восьмое марта. Привет, друзья. Я Александр Преподобный. И мне кажется, что после поражения, прям сразу, российские пропагандисты обязательно устроятся в цирк. Акробатами. Представьте, впервые Соловьев. Человек-змея. Скобеева. Женщина без костей. Симонян. Человек с потрясающей гибкостью языка. И я сейчас не про умение говорить. И это будет самое невероятное представление под названием «Отрицательная победа». С 9 часов утра под обстрелами ВСУ один из округов Белгородской области обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала система ПВО. О, да. ПВО сработала, я бы сказал, идеально. Именно поэтому россияне ломают двери закрытого бомбоубежища. Посмотрите. Девушки в городе, в городе, в городе, в городе, в городе. В Белгородской области действует диверсионно-разительную группу. украинской. Заперлись в клуб райцентра. Сидят их, сейчас там выкуривают. Частично идет эвакуация, но это нормально. От Киев за три дня до идет эвакуация из Белогородской области. Это нормально. Не меняя интонации и выражение лица, это принципиально. Друзья, не знаю, как вы, я уверен, что Соловьев и Сладков еще и в Легион «Свободная Россия» запишутся и скажут. Ну это нормально. Если уже не записались. То, что удар по Белгороду, там, плацдарм, мне кажется, это нереальным. Почему? Потому что степи и хорошо укрепленная линия обороны, там, линии между украинскими войсками и Белгородом. Я вот уже представляю, как в бункер Путину докладывают, Владимир Владимирович, там, значит, Пригожин с Вагнером уже на Красной площади с флагами стоят. Ну вас на меха собирают сорвать. Кажется, Владимир Владимирович. Ибо, что-то страшное творится. Что это? Что это? Я не знаю. Но пока жители Белгородской Народной Республики привыкают к свободе. Привыкают и иногда восторгаются тем, как же все прекрасно. Это с БМП, походу, еб***ь. Грайвером. У меня, кстати, убедительная просьба к жителям новых освобожденных территорий республик. Не выкладывайте в социальные сети фото и видео с перемещением украинской техники. Это усложняет ход освободительной операции. Ну или, как вы его жители называете, контурнастоп. Байден заявил, что знает дату украинского контурнаступа и тут же добавил об отсутствии гарантий успеха для ВСУ. Мол, война, сказал Байден, дело непредсказуемое и может случиться все, что угодно. Еще вчера в прямых эфирах Оля, Женя, Вова и Марго праздновали выдуманное ими же взятие Бахмута. А теперь считают украинскую технику на собственной границе. Ай-яй-яй, куда же она пойдет, а? Говорили, что идет техника и шла через Харьков, то есть недалеко от тех и пробежей. Шла в сторону Донецка. Это Маренко, это куда, в сторону Горловки, в сторону Авдеевки. Посмотрим. Для того, чтобы ударить по Донецку, это нужно столько сил иметь. А там тоже линии подготовлены. Там есть где и кому встречать. В Белгороде, кстати, напомним, местные воинственные, государственные люди тоже очень много рассказывали. Если, дескать, есть кому встречать врага, значит, кучу бюджетных денег на копы и на вот эти зубы дракона выбросили, Владимир Владимирович, не переживайте. И вот оно как бы не работает. Не помогли ни зубы дракона, ни траншеи. Путина опять кинули, теперь свои. Ну и прямо сейчас максимально тревожные новости. Ждем официальных подтверждений. Тем не менее, огромное количество сообщений появляется и в телеграм-каналах. Появляется в том числе видео свидетельства ужаса, который прямо сейчас разворачивается на границе с Белгородской областью. Ожесточенный бой с украинской ДРГ на границе с Белгородской области. Это деревня Дроновка. С обеих сторон привлечена военная техника. Возможно, со стороны Украины в диверсионные атаки принимают участие танк. Опять-таки говорю, возможно, потому что новостей и сообщений много, но верифицированных Министерством обороны Российской Федерации данных до сих пор нет. Мы давайте с вами дождемся, чтобы быть точнее и не сеять панику. В небе замечены несколько БПЛА. И с одной стороны, и с другой, и с российской, и с вражеской в том числе, работает система ПВО. Пскобеева, изменившаяся лицом, бежит к пруду, как говорится. Оля, не знаю, как вам, мне лично кажется, что Белгородская Народная Республика уже готова к референдуму. Ну, посмотрите, эвакуированных из приграничных сел явно и городков массово вывозят как раз на избирательные участки. Все идет, кажется, по плану. Первое уточнение от губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает. Теперь это уже верифицированная информация. С 9 часов утра под обстрелами ВСУ. Один из округов Белгородской области обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывы техники и оперативные службы на месте. Приступают к обезвреживанию. Также под минометным обстрелом находится село Козинка. То, что Россия – это просто огромная такая черная дыра, в которую в любой момент может попасть да кто угодно. Это ерунда. Путин по поводу этого молчит. Значит, все дальше идет по плану. Пускай Белгород освобождают, а мы пока отпразднуем выдуманную победу. Пока. Все в студии. Поздравляю действительно всех с освобождением города Артемов. Артемовск. Славного города. И причем я настаиваю на этой стилистике, поскольку не надо забывать, Артемовск – город Российской Федерации. Бедненькая Оля. Так разнервничалась, что сразу взяла два. Вот одновременно. Бахмут и Артемовск. Бахмут наконец-то пал. Артемовск освобожден. Штурмовики Вагнера выдрузили флаг России на самой высокой точке города. Последний гардензон в СССР позорно бежал. Кто не бежал – уничтожен. Битва за город шла долгие 224 дня. И вот Артемовск наконец-то под нашим полным, тотальным контролем. Это подтвердило и Минобороны, без поддержки которого, без помощи артиллерии, авиации и южной группировки войск, освобождение было бы невозможно. Возможно, Путин лично поздравил штурмовые отряды Вагнера и прикрывавшие фланги военных с успешным завершением Бахмутской операции. Пообещал наградить всех отличившихся. Ну все же отлично. В Белгородской области бои и танки. Снаряды падают вместе с вертолетами. Массовая паника и эвакуация. Но какое дело до России в просторной московской студии? Есть ли в приоритете удары по Польше? Ну действительно, как править миром, не привлекая внимания санитаров? Кажется, они пока справляются. Придется наносить удар по Польше. Польша-НАТО, значит война России-НАТО, значит ядерный удар, конец. Начинаем сначала. Не знаю, друзья, как вы, я уже устал. Оль, ну хватит болтать. Доставай ядер вот прям из-под брюк. Сколько можно? Милые вы наши пропагандисты. Этот нехитрый приемчик, который вы повторяете уже 455 дней, как бы уже даже тупой раскусил про ядерную пугалку. Ну, нужно что-то менять. Если на удар они пойдут с территории Польши, подчеркиваю, на удар с территории Польши, то согласно международному праву, Польша начала войну против России. Законная цель. И в этом случае мы имеем право в отношении Польши полномасштабно применять все виды оружия, а не только ракетные. Я просто к тому, что это эскалация чистой воды, иначе к этому, даже если у кого-то есть желание, я не стану сейчас про красные линии, иначе к этому относиться нельзя, не получится. Даже по формальному признаку не получится. НАТО таким образом вступает в войну с Российской Федерацией. И тут есть что-то, знаете, сакральное. Даже пускай вот этот выдуманный мир пропагандистов просто распадается на глазах, аудитория в Верхней Кашме ни в коем случае не должна переживать. Для них Россия до сих пор это вторая армия мира, а не разлагающиеся зомби. Так спокойнее. Им и Путину. В Европе жутко боятся прямой конфронтации с Российской Федерацией. Что бы они ни заявляли, как бы их ни подталкивали американцы. Не то, что в обществе нет консолидации, они в принципе и политически с военной точки зрения не готовы. Очень боятся. Я бы даже сказал, жуть просто не отпускает по ночам. Особенно главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, который сказал вчера, что тренировки на истребителях Фрэк-16 для украинских пилотов уже начались. И с таким, кстати, выражением лица это сказал. Очень запуганным. Кстати, немножко опередил событие, нам даже пришлось опровергнуть. Но это было приятно. Время, когда кто-то из принимающих решения людей в мире верит в ваши несбиваемые ракеты и танки Армата, ребят, оно давно прошло. Можно связывать и заняться чем-то другим. Американцы допускают возможность победы России. Стремятся сделать это максимально дорогой ценой для России. Застолбить для себя наиболее выгодные политические плацдармы, в том числе в ближайшем российском окружении. Это ситуация и по Молдове, и по Грузии, и по Центральной Азии продолжающейся давление на Беларусь. И создать условия для внутрироссийского взрыва. Вот это их ключевая линия стратегии сейчас. Все российский взрыв, говорите? Обернитесь, ребят, он уже как бы вокруг вас. Атмосфера непринужденной радости и веселья. Жаль, что вы свои собственные поговорки не знаете. А звучит одна очень банальная и просто. Что посеешь, как говорится, так и пожнешь. Подпишитесь на канал, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok